В музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы» проходят съемки французского художественного фильма «Распутин» в главной роли Жерар Депардье. По замыслу режиссера Жозе Дайон, это историческая драма, построенная на биографических фактах из жизни Распутина в Петербурге после 1905 года. В Архангельской области снимаются натурные сцены быта сибирской деревни, родины Григория Распутина. Ловить суровую сибирскую зиму в насквозь промокшем весеннем Архангельске – идея французская. Здесь пока еще снег, и не важно, что сверху на него уже сутки льет дождь. Массовка получает задание – не обращать внимания на потоки воды. Появление Жерара Депардье проходит почти незамеченным. Бородатый русский мужик, таких здесь не меньше полусотни, вышел из избы и тихо присел в режиссерское кресло. Об этой роли Депардье мечтал 20 лет. Сам проект, фильм «Распутин», запущен благодаря настойчивым просьбам французского артиста. Он уже давно был готов превратиться в крестьянина, потому что вполне разобрался, что такое русский человек. Вы чего-то очень сильно желаете, но это на самом деле имеете. Но не понимаете, что оно у вас есть, а просто хотите больше и больше. Вот своего выхода дожидается Константин Хабенский. Вот Леонид Мозговой в костюме старца Макария прибывает на съемочную площадку и вежливо отвечает французскому режиссеру почему-то по-немецки. В первый же день работают над несколькими очень сложными сценами. Тяжело физически, снимают перевязку раненого Распутина. Депардье приходится часами сидеть в исподнем, в холодной избе. Тяжело играть. Французские актеры свои реплики произносят на французском, русские на русском. Всегда очень трудно про другую страну снимать. Все-таки менталитет, что ли, русский, хотя и русские актеры. Не знаю, что получится. Это эксперимент. Проект о последних годах жизни Распутина снимает француженка Жозе Дайон. Здесь будет императорская семья и жестокое убийство целителя. И главный вопрос, как смог размузданный мужик из Сибири втереться в доверие к самому императору. И не был ли он всеобщей галлюцинацией, возникшей на рубеже эпох, когда весь мир был охвачен хаосом? Надеюсь, зрители удивятся. В нашем фильме Распутин не будет шаблонным. Мы не считаем, что он держал Россию в руках. Да, у него были особые отношения с императрицей, потому что он спасал ее сына. Но он, например, не хотел войны и, возможно, был прав. Через несколько дней съемочная группа переместится в северную столицу, затем в Москву. Но в первый день работы они радостно разбивают тарелку с автографами артистов, режиссера и оператора. Но удачу в съемках. Это была сложная задача, и, судя по всему, съемки тоже будут сложными. Но все обязательно получится. А режиссер и главный герой остались вполне довольны друг другом после первого съемочного дня. Олег Дусев, Екатерина Фисенко, Алексей Сосырин. Новости культуры. Архангельская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова